Значит, что еще? У меня дома всегда есть вот такой 80% гель с экстрактом алоэ. Для чего я его использую? Вот буквально совсем недавно обожгла руку сковородку. То есть очень быстро снимает вот этот эффект сжения после ожогов. Или маслом, например, иногда бывает брызнет со сковороды там на руку. Или можно его использовать еще как средство против раздражения. Предположим, вот мужчины иногда бывает вреются и ощущают раздражение после бритья. Поэтому вот можно рекомендовать этот гель 80% алоэ даже для мужчин. Потому что он очень хорошо успокаивает кожу. И вот в моей практике был такой случай, даже не в практике, а в моей жизни был такой случай. Однажды у меня ребенок упал в крапиву. Причем полностью, вообще половина тела. Ну, то есть она на бок просто с крыльца упала. И мы привезли ее домой. У нее лихорадка. Ее прям колотит. Значит, она очень плачет сильно. Мы звоним в скорую. Скорая говорит, смажьте тело спиртом. Ну, была водка дома. Намазали. Ничего не помогает. Значит, звоним снова докторам. Доктора говорят, зачем спиртом? Давайте мажьте кожу там облепиховым маслом. Масла нет в доме. А я как мама. Мам же у них инстинкт срабатывает материнский. И я начинаю лихорадочно думать о том, что снимает ожоги. Что снимает ожоги. Ну, вот пантенола не оказалось. Потому что было поздний вечер. Аптеки все закрыты. И вот я вспомнила про этот гель. Он у меня всегда куплен. Тюбик. Его очень надолго хватает. Потому что он расходуется только по какому-то специальному назначению. Я вот этот тюбик нашла его. Мы полностью смазали ребенку все тело. Нашей дочке было тогда 3,5 года еще. И вы знаете, она уснула сразу. То есть, вот хотите верьте, хотите нет. На следующее утро встало ни одного волдыряника. То есть, вообще абсолютно чистейшее тело. То есть, вот это случай из моей практики. Поэтому вот это средство я рекомендую, чтобы у вас было у каждого в доме. Потому что оно такое много целевого назначения. Поэтому у меня вот оно закончилось. Я взяла себе новенькое. Как раз оно со скидкой тоже идет.